Всем привет! Сегодня Peugeot. Но речь пойдет не о Peugeot, а как вы поняли из названия видео, а о выправлении вмятины. Вмятину я выправил немножко нестандартным способом. Здесь был замят у меня порог. С этой стороны тоже был помятый порог. Теперь он не так сильно помят. Сразу отсею тех, кто от этого видео ждет каких-то чудес, нестандартных способов, хочет, может быть, зарядить святую воду или думает, что я покажу какое-нибудь заклинание. Абра-кадабра, мятина, выправись. Это не про это, короче. Также хочу отсеять тех, кто сейчас уже злобно строчит о том, что мудло, ехай, делай нормальный ремонт в сервисную мастерскую. По идее, этот способ называется выправление вмятин без покраски. Но и об этом способе сейчас не пойдет речь, потому что специалисты этого способа, они как бы выправляют очень долго и не все вмятины тоже можно выправить. При этом они обладают кучей инструмента, очень дорогого, можно сказать, для простого гаража. И поэтому про них тоже сейчас не будет речь. Речь будет вот о таком чисто для себя в управлении вмятин. По каким причинам не хочу я здесь все это выправлять? По-настоящему, ну, надеюсь, ясно. Родная краска, порог с нашими дорогами, можно сказать, расходный материал. Вот этот порог замял отец, сев в снег по самые гланды, как говорится. А тот порог, а этот порог замял я, также сев в снег по самые не хочу. Скоро зима, вернее, уже началась, поэтому ситуация может повториться. Делать с покраской мне не хочется. Родная краска все-таки надежней, какой бы ни было. Сразу скажу тем, кто хочет чудес, что выправить до конца, скорее всего, не удастся, потому что даже у специалистов технология управления вмятин без покраски, у них немножко остается. Остается потому, что в месте, где была вмятина, там металл деформируется, вытягивается, допустим, или сжимается. И уже, чтобы его вернуть назад, нужен вот такой супераппарат. Аппарат называется споттер. Он может как привариваться к поверхности и вытягивать ее так, и прогревать металл. А чередуя определенным методом прогрева и охлаждения, металл, ну, почти что возвращается на свое место. То есть вот эти вытянутые зоны можно убрать. Но я не хочу нарушать родную краску, поэтому этот метод мне не подходит на данный момент. Конечно, я понимаю тех, кто хочет за три минуты все сделать. Юношеский максимализм. Я сделал, мне понравилось. Сделал я два порога, вот этот и тот, почти день. Сейчас расскажу, как, потому что сразу не снимал, мне не верилось в результат. Это место, где было замятие. Место замятия я управлял вот такими уголками. Самое простое, дешевое, что было. И термоклеем. Вот термоклей. Он от 200 до 400 рублей пистолет и стержни там. В зависимости от того, в каком магазине будете брать, я где-то потратил, ну, рублей на 200 стержней. Все делалось потихоньку, аккуратно. Здесь вмятина была достаточно большая, даже задевала дверь. Подбивала брусочками аккуратно. Смотрите, место вмятины протираем, обезжириваем. Уголки тоже я обезжиривал, но лучше было бы брать какой-нибудь, ну, что-то подобное аппликатору для фастум-геля, потому что уголок, он как бы, тянешь его, он отрывается вот за эту плоскость. Поэтому я тянул его под углом, чтобы не было прямого отрыва углового. Тянул его так под углом. Смотрите. Поверхность обезжирил, прогрел. Фен понадобится еще вот феном, потому что на улице не май месяц, уже прохладно. Феном прогрел и так же сделал с уголком. Если на холодную клеить, клей сразу же отклеивается. Клею, клеил от края к середине, потихоньку шел. Взял несколько вот так уголков, приклеивал термоклеем. Видите, он выгнулся даже из-за того, что я тащил его под углом. Так они лучше не отклеиваются. Вот. Наклеил ряд уголков. И по очереди за них тянул. Мне повезло, у ребят нашлась вот такая приспособность. Называется обратный молоток. То есть, вот, в принципе, дырочка в уголке уже есть готовая под него. Я просто зацепляюсь вот так и обратным молотком вытаскиваю. В принципе, можно было вытаскивать каким-нибудь подручным крюком, либо плоскогубцами. Все зависит от вмятины. Вот. Или обратный молоток соорудить из чего-то подручного. Продают в магазинах крепежа, вот похожие на это, крючки. Ну, а какую-нибудь большую гайку и стержень найти это не проблема. Там, в принципе, в этом же магазине крепежа есть вот такие шпильки. И можно какую-нибудь болванку найти. На шпильку в конце накрутить пару гаек и болванкой изображать, изображать обратный молоток. Вот. Вот это место вытянулось. Как ни странно, антигравийка не отпала, хотя были подозрения, что она не выдержит. Все на месте. Мятины почти что не видно. Была вот такая. Но, смотрите, никуда от этого не уйдешь. Металл вытянутый. Остаются мелкие вмятинки. И профиль, опять же, не удается вывести 100%. Но для меня этого достаточно. Не факт, что я выйду из гаража и не упаду опять в какую-нибудь снежную яму. Но, честно говоря, не верил я, что так хорошо вытянется. Пойдемте на другую сторону покажу, почему я не верил. Смотрите. Вытянутый металл, он не хочет ложиться, как был, потому что он вытянутый, уже занимает больше места. Здесь, по идее, споттером надо было прогревать. Но для этого надо снимать старую краску, вот это место, и прогревать его графитовым стержнем или медным. А потом охлаждать, чтобы металл вернулся на свое место. Но родная краска лучше. В принципе, по сравнению с тем, что было, для меня этого достаточно. Фактически все ноу-хау этого способа заключается в термопистолете, термоклее. Потому что остальное это некое упрощенное подобие технологии вытяжки, вмятин без покраски. Вот. Уголки лучше брать без дырочек. Дырочку можно просверлить потом под инструмент, который будет вытягивать. В конце мне дали попользоваться вот такой самодельной штучкой из клапана. Вот вытягивал я вот здесь уже, когда остаток был. Маленькая вмятинка, которая не вытягивается этими уголками. У них площадь большая. Они у меня больше под общее вытягивание всего порога, чем под такое локальное место. Вот. Но уже здесь крепится хуже. И чуть появляется изгиб, излом, клей сразу же отклеивается. Термоклей потом нагревал я феном и счищал потихоньку. А потом протирал обезжиривателем или чем-то подобным. С растворителем аккуратней. Лаки сейчас достаточно слабые, может где-то зацепить лак. Поэтому снятие термоклея потом с краски, это тоже процесс ответственный. Аккуратненько можно его снять. Вот итог уже всей работы здесь виден. Металл на современных машинах достаточно тонкий. Ну, можно сказать, только благодаря этому данный способ имеет место быть. Если бы я тянул какую-нибудь там старенькую BMW свою, ну, у меня бы вообще ничего не получилось. А здесь жестянка жестянкой, хоть оцинкованная, но тонкая. Поэтому достаточно легко она вытягивается. Относительно легко вытягивается. Продолжение следует...